Всем большой привет, друзья! Слава богу, после той страшной ночи никаких событий ужасных не было. Всё спокойно, всё хорошо, никто не вился в истерике. Поэтому у меня для вас только хорошие новости. И самая главная новость заключается в том, что к 8 марта у меня тоже будет розыгрыш в Инстаграм, поэтому приходите, чтобы не прозевать, когда я его запущу. Прекрасная ещё и весенняя погода, что тоже очень радует. Кексы получились отпадные, их осталось всего 4 штучки из 18. И Карина пробовала, хвалила, и Лёша сегодня пришёл, извинялся, сказал, что почти всё съел. Я говорю, блин, да это на здоровье, это тебе подарок, как бы, ну просто не подарок даже, а сюрприз. Вот эти стоят не накрытые, я сегодня утром тоже попробовала, они очень мягкие, поэтому я рекомендую их приготовить. Девчонка-одностанцев приготовила в виде большого кекса, то есть не порционно, а как пирогом, и тоже получилось. Я только что ездила, там посылочку забирала, немножечко скупилась в магазине, давайте покажу вам, что я там купила. Я сейчас просто буду готовить, кушать, это у нас как-то дома опустел холодильник. Я взяла микс зелени, вот такое вот мыло для аппетит Марселье, сладкий миндаль. Никогда не пробовала именно это, мне кажется, должно классно пахнуть, зная мою любовь к миндальному запаху, да. Сливки, не нравится, что всё такое зелёное. Один большой помидор, да, именно один большой, потому что у меня есть ещё помидоры. Здесь у меня два куриных филе, шесть яиц. Опять как-то странно, а шесть вот нормально для меня. Упаковка фитучини, потому что Лёша сильно любит этот блюдо, я его давно не готовила, и как вы поняли по набору продуктов, я буду готовить сейчас именно его, но буду готовить его на ужин. А на обед я нам пожарю по омлетику и сделаю салат с сыром, потому что нужно доесть сыр, овощи там некоторые, тем более нам нравится это блюдо очень сильно. Но это ещё не всё. Лёша сейчас занимается творчеством, ну кто в Инстаграм за нами следит, тот знает. И он мне недавно говорил, что очень хочет новый блокнот. Его старый списался, он такой весь потрёпанный, поэтому я зашла в канцелярию и купила ему такой красивый, выдержанный блокнот, который очень сильно похож на его прошлый, тот был коричневый, но я купила ему зелёный, потому что, ну, выбор был невелик, чёрный или зелёный, я решила, что этот интересней. И да, главное, чтобы он был в клетку, и чтобы у него была закладка. У этого блокнота закладка есть, где он тут у нас. Вот она закладка. Я надеюсь, что он будет им пользоваться, что он сегодня обрадуется такому сюрпризу. Он хотел, действительно хотел, но я знала, что он пока вот это купит себе, лучше мне ему скорее сделать сюрприз просто так. Я очень за него болею, можно так сказать. Насчёт запаха я немного ошиблась, потому что это тот же запах мыла, которое лежало у нас в садике. Это такая ностальжия, такие эмоции. Я помню, как мы все ходили, что-то мыли ручки, там слюняпчики эти высыхают. Надо было обязательно вот так вот делать пальчиками, чтобы вода вся ушла. Какая-то ностальгия по садику. В итоге обедать я буду одна, потому что Лёша сказал, что уже на рынке пообедал. Очень приятно. Я люблю, когда мы вместе едим, потому что это происходит не так-то и часто. Мы в основном ужинаем вместе, но и то не всегда. Завтракает он раньше, он на работу уходит, обед, соответственно, у него на работе. Ну, вы понимаете, как это. Смотрите, какое солнце. И хорошая новость. Нас мама с папой сегодня пригласили на кино вечером. Мы просто вчера, когда были в кафе, об этом говорили, что мы когда-то раньше собирались, еще когда мы с Лёшей жили на Кремлевской, на фильмы. Приезжали к родителям, мы ночевали, мы смотрели все время кино с какими-то вкусняшками. Потом мы приходили пару раз к ним в квартиру, когда уже здесь жили. И как-то забросили эту традицию. Поэтому сегодня мы снова соберемся все вместе, чтобы посмотреть фильм. Так что приятного мне аппетита. Я очень хочу есть. Я, кстати, подписала блокнот, уже жду, когда Лёша вернется, чтобы ему его подарить. Ну, это важно, потому что это символизм. Это не просто странички в переплете, поверьте мне. Для Лёши это будет очень важно. Муки выбора. На самом деле, я же вам рассказывала, что сладкое мы особо не покупаем и стараемся не есть. Но в четверг после рынка Лёшу как поперло. Он говорит, я хочу сладкое. Вот ему захотелось, и он пошел купил у нас в магазине, который на остановке, два вот таких больших американских печенья. Одно было с шоколадом, и его съели, другое вот с изюмом. Вот такой рогат лукум, который мега химозный. Вообще не рекомендую никому такой покупать, потому что вроде бы неплохо на вкус и на вид, но там такой краситель сумасшедший, такие ароматизаторы. Оно прям такое все химозное на вкус. Еще он купил несколько эклеров. Я не сильно люблю такие, потому что там белый крем, и его слишком много. Я все-таки в эклерах сильно люблю это тесто. И мне вот нравится больше со звучонкой эклеры такие в шоколаде, знаете, длинные. Это, наверное, профитроли, правильно? У меня еще Рафаэла есть. Я уже жду, когда Лёша придет. И, кстати, я же ему вчера подарила вот эту косметику от Faberlic, вот эту, Barber Lab. Ему очень понравилось. Там бальзам очень хороший. Лёша отметил, сказал, что кожа прям сразу такая мягкая. Я обещала рассказать, как ему. Это так тупо. Может, не надо? Постанова. На самом деле, Лёша только сел писать как раз то, что он хотел в блокнот. Ты и так больше не подкрадывайся после этой ночи. Я так рад с этих комментариев. Да, это еще не все. Это только начало. Я уверена, что там дальше понаписывают. Всем привет. Это шуршать и что-то копошиться, что-то искать. Если бы это просто было па, думаю, хрен с ним. У нас уже был такой древхор, что-то падало ночью. Но самое страшное было то, что я начала пить совести. У меня просто, видно, мне какой-то сон снился. Или у меня был крепкий сон. Я не знаю, у меня такого никогда не было. Я сразу подплюнул в сторону, отплюнул, смотрел, что там происходит. Почему мы свет не включили? Потому что под рукой лампочка, которую я сильно люблю, перегорела лампочка. А там, где дальше свет, это как раз он находился там, где был центр этого шора. Телефон мы что-то не подумали взять. Да какой телефон? В первую очередь, когда такой жесткий шорох создается не просто что-то бум-упало, от этого никто не будет. Когда что-то распадает, я спокойно иду себе проверять что-то. А вот конкретно вот этот шорох, ты подрываешь, я сразу в сторону, допустим, тот шорох, я подрывался, отпрыгнул на другой край кровати и смотрю, что там происходит. Ну мало ли, что в голове никогда ничего хорошего не будет. А кто-то залез, сразу отскакиваешь, не даю, по очке не дали, и там уже думаешь, что делать. Отскакиваешь, смотришь, тут рядом подрывается Диана, начинается истерика, я пытаюсь в темноте это все разглядеть, что там происходит. Кого нету, Диана истерика, она сидит вот так вот, кричит, это что-то такое. Ну у меня просто был какой-то припадок, я могу испугаться, но такого, ну такого никогда не было. Я том, что упал и продолжал шуршать вот это вот все. Я подарила Лёше блокнот, ты знаете? Да, и с ней скоро будет фоточек. Подписывайся на Лёшке на Инстаграм. Как вообще-то пишешь. Ой, я уже очень жду. Вообще, как бы мы фильм с тобой не нашли. Да ладно, а ты рассказала уже? Да, что мама нас пригласила, да, ну... А, и вот Лёшка что купил. Я вам показывала как-то и так и не выложила это видео, там не доснимала. Мы начали покупать вот такие сладости. Нечасто, но это веганские конфеты. Они продаются в сельпо, в отделе, где шоколад. И у них полностью натуральный состав. Вот, к примеру, вот эти из кокоса, клюквы, миндаля, изюма и семечек подсолнуха. Другие мы брали, там были финики в составе, кедровые орехи. Всё очень натурально, вкусно. 100 грамм здесь. Но на самом деле конфеток достаточно. Они без сахара, без глютена. И да, и вот полностью веган. Вот даже написано. Такие конфеты можно папе. На самом деле, да, мы их берём просто потому что... Потому что да. Потому что да. Да. Ты же говорила, обычный ужин. Ну, обычный ужин нашел. Ничего себе, вы-то каждый день ужинаете? Обычный ужин. Тогда я хочу жить с вами. Вообще-то я шел просто как-то. Ты с нами уже жила. Будь-ка тоже как-то. Ты такие салаты не готовила нам порционные, когда я с вами жила. Это по-твоему это. Потому что не было твоего рецепта. Это мой рецепт. Когда ты ушла замуж, ты начала готовить. Вообще начала готовить. Я таки купила эту рыбу. Так я была права, она на килограмм затянула. А ты о чём? А, вот ту рыбу целую, которую ты не хотела покупать. Целую, в итоге купила. Сегодня на рынке Ирина вкусно говорит. Вот приходите, кино посмотрим. Поужинаем. Ну, никакого ужина не будет, а картошки. Да, мама мне говорила картошкой. Моя, тоже наившу Бог послал. Бог послал рыбу. А рыбу ещё раз. Лапаш, ещё одну. Ну, правильно, как библи. Слушай, рыба я всех кормил. Да, да. Цветочки супер, папа, очень красивые тоже. Действительно цвет такой необычный. Просто смешанные цвета. Библин соус тоже всех рыб кормил. Он одной рыбиной типа накормил всех. Слушайте, какая красота. Ой, какая приелесть. Какие тарелочки. Картошка в соус. Класс. Картошка в соус, да? Я не терпеть не могу, когда это говорить. Картошка в соус. Я не терпеть не могу, я просто прикалываюсь над тобой. Чего ты? А зачем к такому салату ещё и картошка? Салата хватит есть. Мы одним салатом ужинали. Ну, правда? Да, иди так ужина иди. А, ничего себе. Это обычный ужин, мама сказала. Вот они так всё время кушают. Какие-то маленькие у вас стрелочки. Или иначе. А ты себе в маленькую накладываешь? Посудомойки. А, посудомойки. Посудомойки. Это ваш классный телефон. Ой, фуреш, ура. Это получится типа фуре, я тебе подробную. А мне это насыпало больше, чем себе. Я привыкаю к той порции, которая у меня будет в моей тарелке. Приятного аппетита, да. Все приятного аппетита, ребятки. И есть, как всё красиво и вкусно. Кушаем, а потом чай пойдём пить туда. Да. Так, салат перемешивайте, может кому-то соль, перец. Наелись, теперь будем напиваться. И ещё объедаться, судя по тому... А сахар, можно у нас с сахаром? Не, спасибо. Не пьём чай с сахаром. Мы пьём чай в прикуску с мёдом. Вот мёд, смотрите, целый глечик. Потом вот эти конфеты, то, что я вам говорила. Мама тоже папе такие покупает. Здесь шоколад апельсин. Вот здесь в составе финики, какао, грецкий орех, изюм и цедра апельсина. То есть полностью натуральные составы. Но мама ещё зачем-то кучу оладьев нажарила толстучих. И конфеты вот там. Лёшка тоже заценила, это очень презентабельно выглядит. Короче, фильм был так себе. Такой нудный он был. Хотя история интересная. На реальных событиях был фильм. Назывался «Идеальный пациент». Не понравился нам с Лёшей как-то монтаж в этом фильме. Какой-то он был странный. Как-то вот было чересчур драматично. Там где-то не нужно было. Но такое наше мнение сложилось. Как-то фильм больше рассказывал, чем показывал. Мама с папой тоже так сидели уже. Мама там даже вздремнуть вроде бы как успела. Такой был не самый удачный фильм. А я выбрала другой фильм, но мы не его смотрели. Я выбрала «Тёмные воды». Мы цветы в этот раз убрали в зал. Всем спасибо за то, что вы нас сегодня смотрели. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Заходите в Инстаграм, смотрите наши фотки, сториз. Подписывайтесь обязательно, комментируйте. Мы общаемся с удовольствием с нашими зрителями в соцсетях. И до новых встреч. Всем пока-пока.